Друзья, запись началась. Сегодня у нас 14 мая. Завтра 15 мая. Завтра очередной вебинар. Имейте тубизу, если фильм вот этот выйдет раньше. Итак, мы снова общаемся с Иваном Кириллиным. Иваном Федоровичем. Уважаемый мною, подчеркиваю, очень уважаемый мною садовод из Казахстана. Но, чтобы вам стало интересно продолжение, сразу скажу, придет время, и у него появится новая прозвища. Это будет казахстанский Мичурин. Ну, смотри, Иван, не зазнавайся, потому что ты еще в начале пути. Я всегда отмечаю всех талантливых людей. Помните мой прошлый фильм о Иване и о Казахстане? Мы закончили вот этой фотографией. Вот посмотрите, сколько корней. Посмотрите, как он взял вот двухлитровую, кажется, двухлитровую бутылку с отрезанным верхом. Иван вставил торфяной горшочек, и у него получилось море-море корней. Вот, причем удлиненных, а не как просто, а иначе были бы плюгавенькие, если бы это было просто торфяной горшочек. Здорово, да? Вот. Ну и мне понравилась его задумка, и его мысли, его планы, его... У него еще появилась переписка с другими садоводами, уже казахстанскими. Он уже, начиная, становится как бы центром казахстанского садоводства. Тут вот выше мы... Не буду я возвращаться к этому, когда было сказано, что казахстанская наука полностью... Ну, в принципе, она не отличается от нашей, от российской. В общем, она как-то далека от людей, так можно выразиться. Ну что, поехали. Вот тут мы остановились, и все подряд, что он прислал, будем продолжать и комментировать. Что-то из этого пригодится кому-то из нас. Вот. Конечно, не нравятся мне подоконники, это мой комментарий. Вот потом они трудно адаптироваться уже на местности. Очень трудно, это надо потом затенять, надо держать их как в холоде, их надо приучать. Раньше бы, или просто бы держали бы в более прохладном месте, чтобы они не так сильно развивались. Хорошего в этом я мало вижу. Вот если были бы они сейчас размером со спичкой, то бы больше бы радовался. Так, заброшенные дачи. 30 апреля получается. Нашел грушу в прошлом году, на заброшке. Плоды очень крупные, сладкие в августе. С женой здесь были, собирали урожай. Срезал несколько веточек, вот. Нашел достойные. Цвету будет много, цвету прям вообще много будет. Из-за того ростка еще, вероятно, сеянцы и верны. Можно будет потом попробовать, накопать вот второй еще один. Там даже не спаренные, две ветки. Видно. Две ветки. Груша нам очень понравилась. Так, это я чуть-чуть перешел. А это те груши, мелкие, но сладкие. Цвету тоже полно, уже набирают почки. Это те груши, которые дают корни отводки. Здесь, ну вот в том году их выкапывало. И вот их сколько много. Значит, вы еще одна грань таланта Ивана Кириллина. Уже не изобретателя, а наблюдателя, следователя. Представляете, ведь это нечастое явление, когда груши дают отводки. Вот это ее качество, которое надо. Вот существует всероссийская, не знаю, как в Европах и прочих Азиях, всероссийское дикое заблуждение. Оно выражается в моей жизни так. У меня же есть эти самые яблоньки, которые я продаю, где семечек. У меня есть косточки слив и вишен. Вот. И это настолько распространенное явление. Я дурею. Это уникальные вещи, то, что я сказал. Яблони, вишни и сливы в виде семянные. Это будущее морзостойки подвое. Даже корнесобственное объедение. Ну, может быть, кроме диких яблонь. Я имею в виду вишни и сливы. Даже корнесобственное. И вот это все чудо воспринимается так. Как правило, это звонок. Валерий Константинович познакомился или познакомилась с каталогом. Чего это самое здорово вы как замечаете. А скажите, дает или не дает отводки? Вот эти вот вишни, сливы явно. Я говорю, конечно, дают. Все. Трубки, гудки. Пы-пы-пы-пы-пы-пы. Дальше мне интересно. Все. Или это. Да вы что? Отводки. Ах, господи. Все. А чур меня. И бросают трубку. Вот это. Вот противоречие дикое. Кто им бил в голову, когда появляются ростки вот эти с под земли. Они не длиннее травы. Но траву-то косим. Они попадают под косу. Я говорю, за моей жизнью, скошено их тысячи, тысячи и незаметно. Они же так. Это же та же трава пока маленькая. Из-за этого откажется от отводков. И вот то, что вы видели сейчас на экране. Это чудо. Это корневые отводки груши. Это значит, что и груши все мои не дают от отводков. Никогда, ни разу не видел. Нет, видел только раз. Но это когда выкопал 600 сеянцев в заброшенном диком саду. Уссурийский груш. И на 600 получилось 6 корневых отводков. Я случайно зацепил. А сад-то был не маленький. Несколько десятков огромных груш. И согласитесь, 7 отводков, меньше чем по одной на грушу, это не характерно. То есть это характерно для нее, но можно расти руками. Когда мне говорят, ваши груши уссурийские дают отводки, я говорю, нет. И вот продолжаем эту тему, но уже еще раз говорю. Вы увидели еще одну грань Ивана Кириллина. Уже как исследователя. Поздравляю. Землю крестьянам, фабрики рабочим, женщинам по мужчине, мужчинам по лексусу, любящим по ребенку, больным здоровья, всем несогласным по морде. С наступающим праздником, 1 мая. Ребята, я не виноват. Что Иван прислал, то прислал. Иван, спасибо. Мне больше всего понравилось. Ладно, не буду комментировать. Сегодня надо быть серьезным. Потому что праздники когда-то кончаются. Иван, добрый еще вечер. Посмотрел сейчас видео Константиновича. Ватсап твой. Да, кстати, да, стаканчики супер помогают. Они прям вот эти первые корешки все сохраняют. Ну и нижние не пострадали. Я вот два манджурца высадил. Получилось хорошо. Получилось отлично даже. Ничего не нарушилось. Они только вот за стаканчик мелкие начали выходить. А основные в стакане. Вот, спасибо. Ну, на остальных я еще пока не решился. С местом. Так, ну вы поняли. Иван Кириллин загибает третий палец. Теперь он учитель. Был. Для конкретного человека, наверное, из Казахстана. Утро вечера, как говорится, мудренее. Так, Иван, спасибо. Ты меня поздравил с первым мая. Меня старого большевика. Я очень тронут. Значит, ты еще есть хороший друг. Вот. Дальше мы видим фотографию. Чего там сходит. Ну, абрикосы, конечно. Вот. Поздравляю. Ну, это я понимаю так после первого мая. Сходы увеличиваются. Вот. А, слушай, это ты у меня целую банку. Ну, извини, я уже с тобой на «ты». Мы с тобой на «ты». Иван, это целую банку, по-моему, ты выписал. А? Вот. И даже... А, чем ты меня покорил? А это тоже черта характера, кроме там изобретателя и наблюдателя. Вот. Ты щедрой рукой раздал часть косточек. Вот. Взял и подарил. Это когда другие бы удавились или продали. Что тоже вроде бы нормально. Так. Вот муравьи. В прошлом году я вам снимал. Нечто подобное. Муравьи выедает крупноплодную железу, вот четвертый. В теплице. Вот. На фоне спички смотрите, какие они мелкие. Выедает росток. Ну что, я к таким вещам отношусь философски. Зачем крупноплодной железовой растет теплица? Наверное, только до первого года. Чтобы теплица лучше порастает. Вот. Раньше порастает, а значит у него вегетативный период будет больше. Так. Вот. А потом, скорее всего, с теплицы будет высажена. Абрикос в теплице, этот гигант, никакая теплица его не уместит. Вроде бы все правильно. Но еще раз говорю, почему я отношусь философски. Сейчас поправлю этот самый. Сейчас, секундочку. Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. Ничего мне не получается. Сейчас еще. Я снимаю и снаружи камеры, и снимаю еще. Это самое. Внутри сам компьютер снимает. Сейчас. Не хватает одной книги. Секундочка. Это то, что... Я еще не знаю, какой будет оконцентный результат. Вот так виднее. Мне кажется, что виднее. Так. Продолжаю эту тему. Значит, имея возможность лучшей схожести теплица есть теплица. Вот. И теплее, и шансов, что попадет под заброски, не будет. Но теплица, она не только для нас. Она и для муравьев. А вот она, напалена вкусненькая. Поэтому уж развожу руками. Не бывает идеальной технологии. Посадили в теплицу, терпите муравьев. Значит, я лично не уничтожил бы они один, но их можно просто выгнать оттуда. Вот и все. Другое дело, как. Вот тут я никогда не учу. Я настолько уважаю муравьев, как по разуму равную нам цивилизацию, а по многим показателям превосходящую. У нее есть один недостаток, лично для нее. Они сильно мелкие, они могут себя защитить от варварства. Так что давайте развели руками, идем дальше. День добрый. Так, персики. Персики белые. Уже подтягиваются. Вот. Вот вылазит. Красавчик. Следующий. Косточка набухла. А вы знаете, что такое набухла косточка? Пусто. Они под землей. А когда набухают, они сами вылазят из земли. Просто вот сами выкапываются. Так вот. Заблюдайте, убедитесь. Вот вышел. Вот вышел. Искал информацию про белые персики. Пошел всего три вида. Один какой-то американский или канадский. Опа. Как-то я случайно, случайно, случайно. Надо теперь нам обратно возвращаться. Сейчас мы вернемся. Сейчас мы вернемся. Ага. Вот. День добрый. День доброго. Вот. Останавливаю. Время идет. Самое главное услышали. Вы видели еще одну грань будущего Мичурина Казахстанского. Это сей лекционер. Слышали про белые персики? Слышали? Еще, надеюсь, вы слышите. Идем дальше. Так. Продолжу. Дальше что-то со связью у нас. Так. Ну, вот дальше уже. Вот мы скакиваем. Вот это уже стихот Алинский. Вчера я вам вопросы задавал. Скорость хорошая. Понравилось мне. Да, это все говорят. Первыми всходят и дружно всходят. Черешню. Черешню уже. Тут самовалами насыпал я. Ну, вот уже. Уже есть всходы. Мается. Так. И дальше по грядке. Тут уже вот всходы. Вот и получается. Плохо фокусируется. Черешню. Ну, это ранее. Ранее высокое созревание. Самое первое. Пожалуйста. Хотите к черешню? Я Ивана, кажется, убедил. Заводи большой питомник. Вот. И... Это сами знаете. Халтурные эти самые. Вот что интересно, да? Кто-то мне сообщил с Казахстана, что огромное количество саженцев завозится якобы с России. То есть, получается, чуть ли не с севера. Ну, Казахстан тоже. А он же... Это как часть Казахстана. Это чистая Сибирь даже. А если степь, то это такая степь. Вспомните Чингиза от Матова. С рассказом или с романом «Буранный полустанок». Вот это и есть Казахстан. Вот. И получается, что якобы из России завозят саженцы. А я этому не верю. У нас же как? У нас же сейчас, в данный момент, еще и фотографии прислали. Ужас. Абакан завален саженцами двух-трехметровыми. Вот. И якобы все с Алтая. И якобы все с Алтая. Вранье дичайшее. Все идут с юга. Потом вы, на моем вебинаре, вы увидите, фотографии прислал Володя Тотарова, Владимир Александрович. Грамотнейший, толковейший мужик. У него саженцы. Они действительно будут жить, но рядом с ним на продаже стоят и скалят зубы наглые азиаты. Вот. Вранье дичайшее. А защитить наш рынок никому. У нас нет власти. У нас и это. Я год назад, неудобно называть фамилии, обращался к местному телевидению. Говорил, ну давайте сделаем обход по рынку. Ну, пусть люди увидят. Вот. И получил отказ. И так каждый год. Никому ничего не надо. Ведь казалось бы, злободневная тема, защитить горожан нас от этих самых. Ведь берут на рынке эти двух-трехметровые. Они не знают, что их надо отрезать примерно, оставить пятую часть, третью часть от этого. Чтобы хоть как-то прижились. Ведь эти здоровенные, крупнейшие, они даже не догадываются, что в Сибири такие вообще не выращивают ни один. И на Алтае ни один такой не выращивают. Ой, до того обидно. И вот получается, я к чему подвожу. Скорее всего, и там также у нас в Сибири говорят алтайские. Вот. Помните, Минусинские я специально разоблачал. Стоит машина с фальшивыми саженцами с юга. Вот. Все это мы проходили. Но почему нельзя хотя бы понять, хотя бы эту височку передать по цепочке. Я в эту ссылку, от вас пошла дальше ссылка. Вот. Как можно убедиться, что саженцы из России? Где в России нормальные саженцы выращивают, которые пришли в Казахстан? Скорее всего, под видом российские продают те же южные. В Казахстане. Вот. Давай, Иван, засучивай рукава сам. Учи всех. И постепенно наши люди должны выдавить все это дерьмо с рынка, которое из тысячи погибнет тысяча. Из миллиона, ровно миллион. И никому пока до этого не делал, кроме нас с вами. Вот. Завтра на вебинарах еще покажу саженцы. То, которое Тотаров мне прислал фотографии. Этот ужас. Дорогие мои пацаны, Сторожнейши огнушили в пламя. Сколько вас не вернется с вами, И останется в жизни своя память. Дорогие мои пацаны, Которые уже нет, и кто живы. Вы отдали себя для страны, Вы отечество верно служили. Друзья, у меня слезы на глазах. Сейчас пацаны наши гибнут. Короче, так, я дальше не могу. 20 минут поговорили, Будем считать, что фильм закончен. Извини, Иван, что на этом... Я не все показал. Вот еще раз, два, три, четыре, пять Или фильмы, или фотографии. Наверное, это будет следующий фильм. Присылай еще. А пока все, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok